Здравствуйте, дорогие телезрители! С вами портал online racing.net. Сегодня мы транслируем Грам-при Монако, шестой этап нашего портала. По традиции, начнём со стартовой решётки. Первым стартует Илья Александров, второй Евгений Егоренко, третий Сергей Медведев, четвёртый Олег Иванов, пятый Иван Егоров, шестой Андрей Винокуров, седьмой Александр Закиров, восьмой Алексей Моисеев, девятый Дмитрий Вивнёв и десятый Андрей Корнеев, и одиннадцатый ещё Игорь Бешков. Итак, всё, готово к старту. У нас нету теперь прогревочного круга. Квалификация прошла по суху. Дождя здесь, в Монако, скорее всего, не будет. Поэтому у нас вновь уже в пятый из шести сухой этап. Ну, а сейчас всё, готово к старту. Грам-при Монако и старт Грам-при. Егоренко сразу же пытается обогнать Илья Александрова, который в итоге срезает. Там ещё одна скудерия. Сейчас будет атаковать своего напарника. Ох, там уже авария, дорогие друзья. Вот, а до экрана я смотрю. И да, жёсткий удар на торможение. А тут ещё пихаются Закиров и Егоров. Ох, с помощью контакта, я бы сказал. Светок был внутри. И вот Егоров потерял уже две позиции сразу. Так, и где у нас Евгений Альд? И где у нас Илья Александров? Второй Евгений Егоров. И третий Сергей Медведев. Она, как вы знаете, очень великая трасса, и она не прощает ошибок. Поэтому кончикам здесь лучше не ошибаться. Как здесь немного ошибся Илья Александров. Позади него две скудерии, желающие выиграть в кампри. Так, у нас сейчас четвёртый. У нас Александр Закиров. Пятый Андрей Янарков. Шестой у нас Иван Егоров. Седьмой Дмитрий Ремнёв. Восьмой у нас... Нет, уже восьмой Дмитрий Ремнёв. И седьмой у нас Олег Иванов. Корней в боксах. И Моисеев тоже в боксах. Пешков уже сошёл. Понаблюдаем за борьбой лидеров. Сергей Медведев даже немного порадаст стал. И к нему, кстати, стал продолжаться Александр Закиров. Ошибается немного Илья. Лидер чемпионата. Вторым, кстати, по чемпионату идёт... Александр Закиров. Третий Евгений Николька. И четвёртый Сергей Медведев. Вот так вот. В феврале третьем четвёртый. В кубке конструкторов они почти обогнали Лотус. Им там всего лишь три очка. Сейчас рассказал Лотус пока один лидер. Другой Лотус у нас уже, уже он на девятой позиции. А Ремнёв у нас не может он без контактов. И уже без поляр во второй раз. У нас Иванов седьмой, шестой. Другой КТХ мы там... Атака Александра Закирова тоже отторможна, как и Андрей Корнеев. Там еще и сной спорю. И спорю и пропускает Александр Закиров. И уже тут же сразу же атакует он. И Винокров тоже атакует. И проход Александр Закиров. Еще и в него врезается немножко Андрей Винокуров. Я бы, наверное, сказал то, что в таком случае нельзя обгонять. И вот в течение двух поворотов Александр даже не дождался... ...третьего поворота. Да, он там. Ох, ошибка! Борьба между двумя лидерами. Там у них один и тот же минут 20. Они оба едут. Быстрее, конечно же, всех остальных пилотов. Отреваются они от остального пилотона. Он где-то себе ошибается. Очень, кстати, интересный у нас чемпионат. Из пяти кунт пять различных победителей. Это Андрей Гаврии и Сюг. Идут на поребики застрял Дмитрий Лемнев. Второй этап выиграл в Малайзии Евгений Егоренко. Третий этап выиграл Илья Александров. Четвертый этап выиграл в Сирии Медведь. И пятый этап в Испании. Ну, неделю назад выиграл Александр Загиров. И вот сейчас пока что Загиров не в лидерах. Он третий. Пока что. Ох, удар от. Что-то неохотно здесь пропускает. Ну, просто здесь некуда доливаться. Здесь мы в Ремневом. Очень узкая трасса. Здесь вообще почти невозможно обгонять. Наверное, сейчас Феррари попробуют за счет тактики пройти лотус. Износ здесь примерно 10-12 кругов. Логовская то, что здесь используется плюс софт и софт. Вот в Канаде изменится. Немножко там будет софт и медиум. Пытается как-то надавить на Илью Александрова, Евгения Икоренко. Только между ними сейчас происходит борьба, между прочим. Страны уже растянулись. В принципе, неудивительно. Это все-таки Мамака. Нет, пока никто в боксах. Кстати, здесь сэфтика есть. Моисеев уже зашел. И Корнеев уже тоже, скорее всего, не сошел сейчас. Сэфтика есть седьмой. После этого контакта за Киевым. И за Киевым едет в боксах. Вот то первый бывает в боксах. Не знаю, плавно это песок или вынужденный. Борьба, конечно, между лодочками. И Феррари, и Форс Инди в очень интересном чемпионате. Они то выиграют, то проиграют. И причем в первый этап Александров, конечно же, доехал. Он вообще все гонки доехал на данный момент. Поэтому он самый стабильный. Наверное, поэтому он и лидирует в чемпионате. Но сейчас он еще и лидирует в гонке. Сейчас вот ДРС использовал Евгения Яковленко. 31 очко между этими двумя пилотами здесь по ходу атака. Пытался Евгений атаковать. Все гонщики статовали на суперсофте. Очень близко два лидера. Основной округ третий. Это тоже до борьбы. За третью позицию до пятой уже Иванов. И Зайкиров вновь в боксах. Очень далеко здесь. Медведев. Фернан Батыгросса. И вот в боксах. Илья Александров в боксах после седьмого круга. Невероятно просто. Потом Венивин Андрей Горнеев уже сошел в дистанции. И он одевает у нас софт. У нас вот тут небольшой баг в повторе. И вот резин каждый раз меняется. Не обращать на это внимание. Так у нас. Четвертый уже Иванов. Да, и уже никто не обгонит, сквозь всего. Александров, потому что пятый. Но, к сожалению, Зайкиров уже почти в хуе позади. Того уже Александрова. А Медведев уже позади. Так у нас. Ох, там борьба. Здесь Винокуров. С Ивановым и Егоровым борются за вторую уже позицию. Винокуров сменил команду перед этим этапом. И все, смотрите, Иванов уже стал отрываться. Так у нас Егоренко не едет в боксах. Он, кстати, тоже был на суперсофте. Уже вот девятый год пошел. Так у нас тут. Вообще тройка у нас не едет в боксе. Даже четверка. Александров слишком рано поехал в боксе на седьмом круге. Борьба между Катерхэмом и Макларемом. В прошлом году Катерхэм приехал за Сталин и Трейси. Тогда это были Максим Прокошевный и Александр Закиров. Кстати, один из них мог стать вице-чемпионом. В итоге будет исполниться после Сингапура. Это Закиров. А Максим Прокошевный, в итоге, занял третье место по итогам чемпионата 2012 года. Там, нет, не срезает он. Ошибся на торможении, но не стрел все равно. Сейчас, где у нас лидер еще не едет. Уже десятый. На десятый он круг пошел. Мм. 18.9 он едет. Так как Иван Егоров едет в минуту 20. И вот в боксе едет в минуту. Андрей Наглубов едет в боксе. Так, Александр Егоров уже опередил. Понятно. Смотрите, уже два Кеттер Хэма. Третий и второй Е. Феррари пока не едет в боксе. Не играет на такой... Все-таки какая Феррари эргономная. В резине. Локтус. Здесь, наоборот, в стихих кругов. Вот в реальной форме 1 Локтус, наоборот, самая эргономная в резине. А вот Феррари нет. Ну, я бы сказал, что она уже самая такая вот... Команда, которая очень сильно изнашивает. Но... Локтус в реальной форме 1 более экономный. А здесь получилось, что Локтус, наоборот, быстрее всех изнасил резину. Хотя... Мы не знаем, почему за Киев поехал в боксе. Возможно, именно он самый первый. По плану заехал. Так у нас два Кеттер Хэма. И один из них едет в боксе. После 10-го круга. И... Олег Иванов не едет в боксе. И Александров опережает Ивана Егорова. Скорее всего, ли, Александров... Даже и Олег Иванова опередит. Это как пидэй. Так, пятый у нас Винокуров. Воевод Винокуров. Эх... Вот два бы круга Винокурова, он бы опередил, мне кажется. Сейчас должен атаковать Андрея, потому что... Всё-таки на... Не более у него прогрета резина. Он как-то уже проехал круг. Прогрел немножко резины, и был удар. А если Крешвычка бы не ошибались, было бы гораздо веселее. В Монако здесь... Ох, ничего себе за нос. Это надо Крешвычка по полной, я думаю, использовать. Плюс Слипстрим. И внутрь, внутрь, а не внешним, по внешнему, вряд ли что-то сможешь сделать. Как бы раздевайка, нет, Монако. В точь-в-точь был... Ну, Винокуров обогнал. Тут всё-таки Иванова, скорее всего, это минус... Так, где у нас лидер? Лидер у нас ещё лидирует, между прочим, дорогие друзья. Он не был в боксах. Александров уже второй, да. Вот у нас третий. Скорее всего, вот эти вот двое его опередят, да. Без проблем опередили. Алик Иванов, фух, там ошибка. Да, нервы сдают его Ивана Егорова. Как только его пошёл, Винокуров, он тут уже занервничал, но он пока хорошо едет на третьем месте. Егоринка до сих пор не едет в боксе. Представляете себе, уже 13-х вошёл, он ещё не был в боксах. Вот это да. Суперсот у него гораздо больше удерживает, нежели чем у остальных. Так, у Фигуров, Иванов, Закиров, что седьмой Андрей, он этот Сергей Медведев. Восьмой Дмитрий Лемнёв. Всё, у нас... Больше у нас никого нет. Дерекочек у нас остался. В этом великом этапе. Здесь, конечно, Монако не прощает ошибок, поэтому тут просто нужно стабильно ехать. Это самое главное. В игре, да и в самой Формуле 1, это самое главное. Ехать гораздо стабильнее здесь. Здесь быть полностью сконцентрированным по ходу всей гонки. Сейчас посмотрим, поедет лидер гонки в боксы. Да, поехал. Евгений Гонки в боксы. И он надевает Супер Софт. То есть Супер Софт, у нас Супер Софт. И выбирает он так, что-то. Илья Александрова. Вот Илья... Ох, он очень далеко. Там 60 километров сейчас будет плестить имени Егоренко. Очень интересно подавляясь за этим. Вот уже на выезде, и у него буквально несколько... Да, он только... Всё. Пересидела Феррари Лотус. Феррари пересидела Лотус. Аж на 7 кругов. Можешь себе это представить. Между ними было 7 кругов. Сейчас, к тому же, Супер Софт. У Евгения и у Ильи Софт. Да, Лотус, я думаю, проиграл по Тарте. Хотя, в принципе, Феррари тоже одевает Скоро Софт. Но пока Феррари пересидели. Ох, там Барбар и Акуров борются. Вот, что ли, там подлетел немного болит. И обгон. Нет. Не знаю, забоялся, наверное, Егоров. Иван, наверное, скорее всего, тут забоялся просто. Мы видели, что он... Затормозил. Фунов борьба между ними. Иван гораздо быстрее. Он всё-таки прогрел свою резину. На Супер Софте. На Супер Софте. На Супер Софте. На Супер Софте. Ты не будешь больше всего. Атаковая, по-моему, круга так два. Потом опять подъехал. Атаковая, опять провел. Атаковая, опять отстал. Вот так вот. И с Иваном... Где он, кстати? Ох, тут не очень. Иван. 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 Александрёв тоже отрывается от Андрея Винокурова. И причём тоже Винокуров отрывается от Ивана Егора. Тут тоже странно. Вроде была атака, и он сейчас пока не может приблизиться. Винокурова быстрее, нежели чем. Иван Егоров на КТХМ. У нас вновь нету Романа Чебакова из напарника. Андрея Винокурова. Да, после пяти гонок, конечно же, сейчас... Некоторым хочется уже шестого победителя, как в реально Формуле А1. Такая была семь различных победителей, так сказать. Семь разных плодов выиграла. Пока нас в командном, как бы, за отчёте по победам, пока нас выделал, конечно, Скудери и Феррай. Она выиграла два раза. В Малайзии Евгений Гонка и в Бахрении Сергей Медведев. Сейчас пока Евгений лидирует, если это он выиграет Гонку, то это будет уже его вторая победа в чемпионате. И будет третий для Скудери. В прошлой сезоне, конечно, немного по-другому начался. Под одним лидером, я бы сказал, все шесть гонок подряд выиграл один и тот же пилот на рейтболе Евгений Гонка. Если вы помните, я только на седьмом этапе в Канаде выиграл Игорь Пешков. Ну, я подумал, опять. Действительно, очень интересно у нас начался этот чемпионат. Пять разных победителей. В борьбе за титул у нас пока вот приблизительно исчезли у нас борются. Вот так вот на первые моменты, я бы сказал, четверо. Это две Феррари, это Фурс Инди и Лотус. И Александров, Закиров, Игоренко и Медведев. Между ними все плотно, хотя 31 очко между двумя, точнее, не между двумя лидерами, а между двумя лидерами 29 очков. А вот Евгений Гонка проигрывает ему 20, ой, 31 очко. Ну, это по нынешним меркам очковой системы, это достаточно-таки мало. Ох, у нас Александров вновь в боксе. И Винакуев в боксе. И Иван Егоров, да, уезжает. И вот сейчас, смотрите, один слегок продержался Илья Александров. У нас софт, у нас софт, знаете, где-то примерно держит какого-то 15-20. А Александров поехал всего лишь один из кубов. Я не знаю, сколько сейчас будет, конечно же, ехать Иван Егоров, но если так посудить, то где из кубов сейчас лезет на 22-м кругом поеду в бокс? У нас, кстати, четвертый уже Олег Иванов и пятый. Как-то странно сейчас вилял. У нас Андрей Винакуев, шестой, Закиров. И Закиров догнал Сергей Медведев. Сейчас между ними будет борьба, скорее всего. Я думаю, она точно будет. И вот сзади мы видим Андрея Корнеева, ой, Андрея Винакуева. Который уже, наверное, на кругах будет обходить, да? А эти ребята будут бороться за всего шестой местный. Не этого хотел Сергей Медведев выступать за лучшую команду Формула-1. Одну из лучших. Он пропускает его. Да, он его пропустил. Он подумал, что это Евгений Егоренко. Да, и уже Сергей, вот шестое результат. Ой, шестое, шестое место. Закиров пропустил. Подумал, что это... Наверное, там был очень близко Винакуров. Ему показывал синий флаг. И он подумал, что это Евгений Егоренко. Как на Ферраге. Не знаю, может по шлему смотреть. У них вроде разного. Но он такой белый. Ох, там ошибка Закирова. А у другого черный такой. Шлем Герхарда Бергера. Я тут уже платил русскую Дерри Ферраге. И вот Иванов и Бинакуров. Им мешают круговые. И, смотрите, не пропу. Что ж ты делаешь, Иванов? Тормози вовремя. Ой, тут пропу. Вот. Тут еще и борьба за шестое полицию. И там еще не за четвертое место взять. Трекс, но пытаюсь донать. Он быстрее, чем Иванов. Тир 20. Один в год, 19. Ну, конечно, не в 19, но... Егоренко Ташик, 20 минут, 19. Едет. Очень спокойно. Едерут. Его проторжать не будем. Вот видите, как они все потно едут. Но между, вот, например, Винокуром и Акирова целый круг. Так, сейчас будет у всех ТРС, я... Откроет мне адрес, да? Откроет РС. Сергей Медведев. Это почему-то не открывает. О, сносит себе передний спойлер. Да, ну что ж, мы на стабильности не тестите. Для этого же все-таки Монако. Здесь нужно просто ехать. Все, все, пропускает. Акирова пропустим. Который как-то почему-то стал 6-7. А, он был, что-то извиняюсь. И он пропустил еще Сергей Медведев. Ему еще круг целый ехать до босса. Так, где у нас Барбовод? За второе место. Ох, невероятно тут. Пытается с контактом пройти. Мало, как здесь было обгонов. Обычно они были либо с помощью контактов, либо... Ну, кто ж так... Да. Просто зовется Ивана Егорова. А Иван перестраховался и пропустил Виталий Александрова. Немного медведя подать стал. Какой босса. Какой босса. Бонусом велик, я бы сказал. Не знаю, проиграли они в гонку или нет, но в данный момент, конечно, уже будет 30 секунд. Я не знаю, что должно произойти с Феррари, чтобы Александров выиграл вторую гонку в этом сезоне. Но пока по тактике он проигрался. Так, два строка круга и Ивана Егоров не едет в босса. Так, у нас Олег Иванов. Четвертый такой спокойно возвращается. Причем лидер, причем лидер быстрее Евгений Егоровенко. 19 и одна. Так, дальше у нас Венокуров вновь без переднего с поля. Вот что значит не тестить трассу вообще. Это сказывается, поэтому... Надо тестить, ребята, надо тестить. Еще один удар серьезный. Пытается добраться до лоссов. Скорее всего, он даже не пытается добраться до них. Все, сход. Он просто остановился. Или Венокуров, да, пропускал. Да, его болит тянет в правую сторону. В принципе, если он сейчас продолжит гонку, то... Он прыгает все-таки в очковую зону, примерно так, наверное... Восьмым... Нет, Сильберская сила, может быть. Так, прежде посмотрим. Продолжить Андрей Венокуров гонку пока... Эта гонка для него не складывается в новой команде. И кто же там в боксах? Иван Егоров! Да, он в боксах просто заезжает. Все это сход. Так, у нас Иван Егоров уже четвертый... Конечно, пятого он не пропустит. Даже если сейчас пропустим. Они в круге. То есть... Александр Закеев в круге позади. Иду еще на четвертой позиции. Вот так вот не сдавать для него гонку. А в Испанию, в принципе, он выиграл так уверенно. Там интересная у них была борьба. И, смотрите, Александров третий. А это Егоров третий. Проблема с интернетом у Александрова. Или просто... Какой-то вот второй он. Немного подлагивает у него. Проблема с интернетом, видимо. Итак, у нас Ивгене и гонка спокойненько себе лидирует. Не ошибаясь, не делая каких-то ошибок. Он еще не был в боксах во второй раз. Потому что он проехал всего лишь 10 кругов. И если следить прошлым кругам, то через 4 круга примерно поет в боксы. Пока он надел супер софт. Решил не рисковать. Кстати, шлемы Евгения Горенко, как я говорил. На нем указаны все его 44 победы. То есть, как Алонсу в Монако сделал, так и Ивгене тоже повторил. На нем указаны все 44 победы. Год и победы. И сверху указаны 3 титула, которые он выигрывал. Данил Александров со шлемом Роберта Кубицы. Жалко, конечно, что сам Роберт Кубицы не возвращается в Формула-1. Прекрасный гонщик. Вот Иван Игорев ошибается. Формула-1 причем. Я не знаю, что... Очень много по-вот ошибаются. Пятый уже Медведев. И шестой Загиров. Рейферарь, конечно, заплюнулся. 35 очков против 18. Сейчас пока... Так вот, Евгений Александров отыгрывает от Закирова и Медведева. Борьбе за чемпионский титул. Третий Иван Егоров, четвертый и вот пятый на всех. То, что, подождите немножко, он до тебя пропустит. Кстати, у нас тоже у Сергея Медведева тоже свой новый шлем. В стиле, наверное, Алонси 2012 года, вот так вот. Но пока что он едет у нас на пятой позиции. Не знаю, перед этой гонкой не было даже... Никаких скандалов. Единственное то, что, наверное, было между Феррорей и Мерседесом. Когда вы помните, в Испании там... Евгений просто-напросто вывел сдающего назад Дмитрия Еремнева. Ну, а так, в общем, Испания-то прошла на ура. Много было борьбы у нас. Плюс еще, наверное, новый износ резины. Вот этот новый износ резины у нас Бахрена вообще. Ну, Бахрена, я бы сказал, там, проверить так и не удалось, наверное, резину. Что-то какие-то Бахрена. У нас, если нет, у нас была паника этого. Загирила. В общем, быстрый пилот, и у нас вина Круста сошел. Так, у нас второй едет, и Александров. У нас нету нигде борьбы, вообще нигде нет. Просто-напросто гонщики растянулись за уже 25 кругов. А здесь их целых 50. Тут без вопросов, конечно, пропустено. Лидера гонки, и своего напарника. Так, у нас Иванов у нас... Так, вот, постепенно, потихонечку, вот, вот, что значит стабильность, я бы сказал. Вот, наверное, с него брать пример, и там контакт, что ли. Ну, залагало просто, немножко подлагнуло. Вот, Олег Иванов, он просто... Да, у него был контакт. Да, он потом поехал после первых игроков, там, в боксе. Посмотрите, он уже едет четвертый. То есть, он стабильно так вот набирает обороты, ему уже четвертый едет. И едет он в темпе, между прочим, Евгения Егорова, лидера гонки. В принципе, Иван Егоров еще как же быстрее едет. А вот Закирев уже побывал в боксе. Ой, извиняюсь, это Илья Александров. Вот он уже побывал в боксе уже в третий раз. Большой износ у Лотуса. В прошлой кромке такого, конечно, не наблюдалось, но в итоге... Очень большой износ у него. Так вот, Иванов. Едет в темпе, так сказать. Лидер гонки. И он так вот, постепенно, по чутоку, он приближается к своему напарнику. Да. Да. Продолжение следует... 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 Конечно, нет у них ни одной пока победы, а уже, я думаю, пора бы Катархэму выигрывать в прошлом году. Катархэму так и не выиграл. Так, сейчас я уточню. Могли Катархэмовцы выиграть в Италии и отобрать как раз чемпионский титул у Евгения Егоренко, который тогда его и выиграл, но Александр Заких вылетел с сервера, и в итоге Катархэму не досталась ни одна победа, но третье место, ой, второе место в группе конструкторов им досталось. В прошлом году нас вообще побеждал мало команды, так вот, это Red Bull, Ferrari, Ferrari, причем один, ну и два раза, там даже Иван Егоров один раз победил, ну и еще Уолус один раз победил, то есть три, три команды, четыре победителя, Евгений Пешков, Игорь Пешков, Иван Егоров и Евгений Егоров, все. Ох, вот ошибка Ивана Егорова. Знаете, у нас сейчас Олег Иванов едет с лучшими секторами вообще, то есть он сейчас, скорее всего, поставит лучший круг Горки, причем его нападет даже в Борсу поехал, за Александров у нас четвертый, скорее всего, даже вот, смотрите-ка у нас Иван Егоров сейчас выскочет впереди, что ж ты стоишь, сидеть уже, скорее всего, да, впереди он выскочит, пятый Медведев, шестой закрыв, между ними, потихоньку они меняются позициями, Егоров вот здесь вот, а Александров вот здесь вот, выход из последнего поворота. Ох, завис! Все, вылетел с севера, невероятно! Какая бы сейчас была борьба между Егоровым и Александровым, который пересидел буквально, ну, если бы не та ошибка, где он ошибся, вот вы помните, после Шикана, предпоследней, так сказать, ну, нет, последней, да, Шикана, вот там вот он ошибся, если бы не эта ошибка, Егоров, конечно, легко бы вышел вперед, но это вообще была бы очень сильная борьба, но Александров уже сошел дистанцию, ну, будет север, вот сейчас у нас четвертый уже Юдведев, и Закиров, ну, что-то опять чудит, неудивительно. Так, Иван Егоров был в боксах, кто-то мне там в скайпе пишет, забыл, к сожалению, поставить на не беспокой. Так, Егоров у нас первый на софте едет, на чем он проигрывает. Катерхэму, но он, это не смертельно, Катерхэму еще ехал в бокс, а у Феррера очень идеальная тактика, тактика, наверное, трех, вообще, два раза он уже становился. Один раз поставил Суперсофт, другой раз поставил Слофт, то есть, это был, как бы, вот, правило, использовал комплекта, как и, кстати, Казахарна Влада Егорова. Рекорд трассы пока что принадлежит Евгения и Егоренко. Такой, что потерялся я немножко. Суперсофт, который поставил новый рекорд на двух, уже трассы, между прочим, в Китае и в Испании. Причем, они, в Испании, гонщики вообще намного улучшили время, на 2 секунды, если пошли бы это было 23,5, то в этом году минус 21,5. Ну, минус 21,2 вообще, если быть точно. Игра вот у Александра, у Александра, у Закирова. Сейчас пока в Монако, конечно, минута 17. 15. Такая спокойно, ну так вот, и вот, кстати, в боксах. Где же там у нас Иван Ягуров? Нет, он позади, смотрите, сейчас будет борьба между двумя пилотами Катерхэма. Олег Иванов пересидел все-таки. Ивана Егорова невероятно. Наверное, они на нам сейчас подарят борьбу на последних руках. Хотя, последний только еще через 16 групп наверное будут. Да, скучная гонка немного стала. Спокойно идет у нас Евгения Коринга на своем софте. Кстати, Катерхэма два, по-моему, да, они его бы на супер софте. Так, что у нас там про Феррари? Феррари вообще четвертый. Ну, в принципе, у Сергея Медведева нет никаких шансов витановит. Это что сейчас было? Это была, это был простой проход, слепстрим он его догоняет. Да, он просто его пропустил. не, но я не знаю этого как-то не по-человечески. В итоге я обратно его пропустил. вообще я за то, что не был, конечно, команд. Так, только когда заборишь за титул, то это, конечно, это да. Но здесь вот, когда вы на равных боретесь, это начало чемпионата. конечно, без проблем боретесь, но, конечно, в мире разумом, без каких-либо контактов. не знаю, но, но, а все, остальное, вот так вот пропускать, сейчас вообще по-моему, реально формально уже идет такой вот вопрос о запрещении команды и тактики. Вспомним того же Массу в США, когда он суперски квалифицировался и чтобы Алонисик стартал впереди и там чтобы Масса ему не мешал Алонису нужно было впереди якобы стартовать вдоль там мы помним коровку передачи мы заменили потом еще сколько раз он пропускал его вообще конечно на фоне Феррари всегда было у нас вообще Виллианс когда боролся за чемпионский титул у них такого не было Виллианс у них равный статус в КД Хэви я думаю не было равного статуса даже и в прошлом сезоне когда Прокошин и Закиров ездили в одной команде Прокошин постоянно почти пропускал Алекса о извиняюсь Закирова я думаю нужно запрестить эту командную тачку иначе форсирует будет все таки понимаю в конце как-то помочь там как-то будешь за чемпионскую корону там я не знаю тогда да можно еще хоть как-то помочь но в начале чемпионата Иванов опускает более опытного напарника Егорова я не знаю зачем он это делает его лучший круг и очень быстрый стабильный он между прочим со второго уже на втором месте да там до Егорова вообще далеко но они в фонде кстати двое едет очень быстро вот так вот пропускать своего напарника я думаю не имеет смысла я думаю как это храм это не фига где постоянно пропускают там команд там есть понятие первый и второй пилот в некоторых командах конечно же этого нету да и дисперт виртуальная формула 1 10 тоже это как бы не очень-то и применяется все-таки это виртуальная формула 1 но пока вот по своей инициативе Иванов уже пропустил хотя потом Егоров его ну там Егоров понятно там про буксовки его пропустил в итоге Иванов наверное подумал дал ли ему шанс и хватит шанс Смотрите продолжение в следующей серии. Егоров, Егоров у нас не поехал уже, всё, Иванов уже отрывается, Егоров естественно, и опять мы пропустили пит-стоп Евгения Егоренко, по-моему, что-то рановато вообще ехать на пит-стоп, для софта, я скажу, сегодня этого не было в борсах, так, Иванов оторвался немножко, едет уже, в прошлом кругу у него был первый из театра самый лучший, сейчас вновь первый из театра самый лучший, так, Иванов у нас медленнее, Медведев естественно, медленнее, А за Акиров, я не знаю, какой раз он уже выезжает за борсов, Ну, знаете, вон тридцать пятый круг, тридцать седьмой, шестнадцать минут Медведев, он уже позади круги Медведев, ну, вообще, просто не едет, Ему, наверное, лучше проиграть очки, нежели чем набрать хоть какие-то очки, хотя уже между ними Евгения Егоренко уже четыре круга, но это, конечно же, мало, там где-то кругов так на си, нужно Евгения Егоренко пройти, чтобы Александр Закиров не попал в классификацию по итогам гонки. Так, у нас два КТХМа вновь, пока они далеко, Феррари тоже между, в общем, очень далеко от них, причем другая тоже, вот, Феррари тоже очень далеко от них, вот так вот в объятиях Феррари, два КТХМа, посмотрим, конечно, что будет у нас в Канаде, но пока вот, у нас вообще как идет, одна гонка веселая, другая гонка скучная, одна гонка веселая, другая скучная, и вот, Испания была веселой гонкой, там было очень интересно было за борьбой, потом даже за третической борьбой было тоже интересно наблюдать, ну а сейчас все нашибались, все пора ошибались, и вот что в итоге получается у нас, четыре, четыре пилота нормальные, пятый там уже что-то уже мозга себе укомпенсирует, и опять в борьбе, я не знаю, сейчас уже на третий круг его вводит Сергей Медведев, Монако вообще, по идее, убивает вообще желание даже ехать в чемпионате, у некоторых пилотов такое, даже у меня такое было когда-то, очень много ошибаешься, но потом, тут, видимо, тут лучше понять, главное, что здесь, главное, стабильность, не скорость, а тупо стабильность, она ни разу не ошибится, и все, ты там, не знаю, в авторитете будешь, она, конечно, постоянно ошибаться, конечно, мотивацию убивает, и потом ехать не хочется в чемпионате, я думаю, сейчас тоже могут быть претензии к администратору, уже 5 пилотов из 11, и один СРТК, кстати, СРТК еще так и ни разу не выехал у нас, он вообще выдает штраф у нас, Закирев получил 3 предупреждения, вот, если еще раз он срежет, то, конечно, будет там проезд по Петлеену, но, пород, из-за среза чисто, он срезал по вороту, Закирев, Александрова тоже, по-моему, один там проезд, и все, больше никто здесь не нарушал, то есть за тот контакт, который был с Медведевым, за тот контакт, где там, на старте вообще, что произошло, вот судья немного просмотрел, я тут, я думаю, нужно как-то порешать уже перед Канадой, чтобы там не было никаких претензий потом, и уже в реальном режиме времени выдавать штрафы все-таки, то, я думаю, старт все-таки не так уж и красит, вот и прошел, так смотрим на Егора, вот он, Иван, в этой борьбе двух критерых ремов, лично я за Ивана Егора, посмотрим, кто кого, ну, тут опять ошибка, в принципе, гонщик вообще нестабильно едет, опять ошибся на торможении, не-не-не-не-не-не, тут вообще шансов никаких нет, он только на разгоне, а, в принципе, Иванов то, что только на разгоне, так смотрим, вот он у нас, нет, он только вошел в поворот, я не знаю, что должно здесь произойти, вот уже сорок второй круг гонки, между прочим, и сорок первый едет, вот эти вот ребята, ого, это что получается, в круге позади, Евгений Горенко погнал на круг, лаваты Каттерхэма, самая близкая пара это, и в боксах у нас Сергей Медведев, и Александр Закиров сошел с дистанции, естественно, он не попадает в классификацию, Евгений Горенко до сих пор не едет боксом, он на софте у нас едет, уже, кстати, 14, да, на софте едет, и еще где-то примерно таковых вот 5, я думаю, проедет, здесь вообще не очень большой износ Монако, в Канаде также не очень большой износ будет, но в Канаде, вообще будет строить, конечно, задняя резина, там, вот так вот трасса устроена, Смотрите, пока Иван Егоров третий, второй у нас, да и догоняет Иван, я хотел бы сказать, что Иван догоняет, между прочим, Олега Иванова, я думаю, вообще, Канаде может гордиться вот этим вот, это, конечно, не пошли сезонно, но все-таки пора бы уже, когда Канаде выиграть вообще, как и вот я лично считаю, уже пора бы начинать хотя бы одну победу так в сезоне, пока они едут вторым и третьим, и вновь в подиуме, я не знаю, там, самим им надоело еще, так вот, но пока, конечно, они сейчас, наверное, будут бороться между собой на данный момент, у нас Феррари вновь не в борсах, у нас, это так текает, трех пять стопов, это понятно, и Иван Егоров лучший третий сертер на данный момент, вот так вот, и у нас уже не осталось секторов у Евгения Горького, у него почти всю гонку, он только сейчас побил рекорд, его же Иван Егоров, так, у нас, перед два сертера взял Олег Иванов, и трех сертера Иван Егоров, то есть все три сертера за двумя, двумя катархенами, и там вот, уже без поляра, серебряный вид мы видели, да, очень много гонщиков ошибается, и это печально, если честно, у нас уже осталось четыре всего лишь пилота, в прошлом году приехал три, не знаю, наверное, для повторения должно быть еще там один, сойдет кто-нибудь, в принципе, две Феррари и два КТХМ, КТХМ отыграет очень много очков у всех вообще, он переместится сразу же на третью позицию буквально, в финале тут же переместится на первую позицию, вот у с первого на вторую, четвертый будет Форс Индии, по-моему, если я, конечно, не ошибаюсь, там, пятым Макларен, не видят вообще таким вот командам, знаете, у нас лучше к руку Ивана Егорова, минут 17.4, и буквально еще полсекунды до рекорда трасс, так, у нас на Евгении Егоровенко, пока не был в уборцах, он собрал силы, Ивана Егорова, и выдвиняет напарник гораздо, и, точнее, гораздо быстрее, И вон, два, там, два позади КТХМ, кстати, они догоняют Евгения Егоровенко, но они уже в куре позади, у нас, конечно, это, напоминает, прошлой ссылке, да, тоже два КТХМ было в куре позади, тогда спокойно выиграет Евгений, и он в борце едет, сейчас, слава, уже износился, и, конечно, сейчас он оденет уже суперсов, уже с какой-то финишем, это как, это к бабушке не ходил, ну, а два КТХМ борются между собой, и где Иван Егоров? А, это есть Иван, извиняюсь, перепутал немножко здесь, ох, сейчас будет атаковать Иван, Хочется бы приехать в Таури, конечно же, в прошлом сезоне он представлял Скудрию, и, наверное, в прошлом сезоне, конечно, Евгений Пешков продлил контракт с Феррари, Евгений Егоровенко пришел в Феррари, с Ивановым, вот, с Егоровым, прошу прощения, был разогнут контракт, вот так вот, и что в итоге получил у Скудрии, за Феррари проехал Сергей Медведев, вот второй пилот, Скудрии и Сергей Медведев, там, и Пешков ушел тоже почему-то, я понимаю, что не всем нравится этот мод, но все-таки он более, ну, он не Аркаду, я бы сказал, он очень сложен, конечно, если его сейчас замягчить, после, там, Монако или Канады, сделать физику для клавиатуры, то тогда, конечно, там, больше народа будет приходить, потому что он будет легкий, ну, тогда не будет, конечно, никакой барбы в настройках, никакой барбы по тактике, там, ну, по тактике, так как будет, немножечко, ну, а так особой барбы вообще не будет, по идее, будет, конечно, много кончиков, хорошо ехать, но все равно, вот эти вот отрывы, там, где секунда, там, между, такими-то пилотами, это никуда не пропадет, просто будет много легче ездить, я думаю, это вообще неправильно, начнется, ну, вообще, у нас был трешинг контроль выключен, а сейчас вообще на минимуме, ну, это понятно, да, мы еще пока что, не доросли до, отключения трешинг контроля, но, все-таки, вот так вот, ох, ошибка, ну, что ж ты ошибаешься, сколько раз уже здесь ошибся, Иван Горф, я настолько раз, он не проиграл свою гонку, я бы сказал, если так он будет продолжать ошибаться, только никогда не будет, Олега Иванова идут, просто-таки приедет впереди его, тут плюс вообще-то еще внутрикомандная борьба, так что я не знаю, у нас эти Феррари спокойно, так вот сейчас вот едет, минус 17 едет, как и, кстати, Олег Иванов проехал, минус 17 вольтс сейчас, и Сергей Мередев корректно пропускает и Ивана, и Горфа, и Олега Иванова, и Олега Иванова, и Дожкова, подъем! У нас сейчас самый быстрый Евгений Егоренко. И он уже побил рекорд трассы. Вот так вот, Феррари. Мод сложен, гонки очень сложны, но рекорды побиваются. Уже, по крайней мере, два рекорда побили. А вот атака рекорда на Эвадола. Опять этот Иванов, вы не слышите, но он не так газовал. Может быть, опять командная тартика у них. Очень мало кругов осталось вообще до финиша. И у нас, по-прежнему, четыре пилота осталось. Наверное, самые стабильные гонщики. Могу так их даже сейчас называть. Да, были ошибки, были какие-то там проблемы. Проблема, но вот так они выстрелили эту гонку. Они едут спокойно. Хотя, смотри, там уже 40. Ух ты. Ах ты смотри. Вот. Кенни-гонка едет минуты... 16,5. Однозначно победа рекорд. Это обычно минуту восемнадцать едет. Да, минуту восемнадцать вместе они едут буквально. Два катерхена. Но Иванов... Ой, извините, Егоров не рискует атаковать Иванова. Иванов красиво, кстати, прорвался. Вот Егоров был гораздо впереди Иванова. А вот Иванов и что, смотрите, по тактике просто разрулил такую-такую ситуацию, и... Вот Иванов и вторую, да. Там, если бы, наверное, нет контакта, он бы сейчас, наверное, за первую позицию боролся. Хотя там очень далеко Евгений Горьков, он буквально на хвосту у них висит. Я бы сказал, скоро уже на кругах догонят. У меня неужели пятьдесятый круг? Сейчас он начнет пятьдесят первый. А, нет, всё, извиняй, всё. Евгений Горьков выиграл гран-при. Постал лучший круг и... Ох, ну-ка, с напаркой, чтобы они не врезались. Был бы хитрик, если бы он пострадавал с пол позиции, но он всю почти гонку лидировал. Не включили же первый отрезок. Так, у нас второй и третий у нас есть Иванов и... Егоров, в итоге, чтобы получаться, у нас не будет седьмого... Ой, шестого, знаешь, победителя. В итоге Феррари выигрывают уже в третий раз в этом сезоне. Во второй раз Евгений Горенко отыгрывается, дохожу 25 очков. От Ильи Александрова, и между ними уже шесть очков. В Канаде будет очень интересно и очень жарко. В плане за... Возьмите, дождь, дождь, так и не пошёл. У нас вновь пятая гонка из шести была сухой. Ну что ж, Олег Иванов на подиуме. В итоге он отстоял свое второе место. Он прорвался буквально с концов, я бы сказал. Да, там много сходов, но в итоге он прорвался. Так, Иван Егоров третий, можно поздравить немножко, как это... Четвёртый, конечно, да вот он у нас. Там радуется, скудри, радуется. Первый и четвёртый Андреевского туре, и они выходят в лидеры Кубка Конструкторов. Да, они в лидерах чемпионат. Но, кстати, они обережают. Оба они опередили Александра Закирова, то есть второй и третий они. Вот тут, ой, всё разбил, в итоге болит свой Евгений Егоровенко. Ну, я думаю, ему сейчас это позволено. Ну, слушай, у нас через две недели будет Гран-при Канада. Будем ждать интереснейшую Гран-при. Вот, Вакатер Хэма. Тоже на пониженных оборотах возвращается в боксах. Я не знаю, кто-нибудь... Второе и третье место. Достойная результатность, надряная на все проблемы, все ошибки того же Егорова, который, возможно, проиграл гонку из-за своих ошибок, я бы сказал. Или хотя бы второе место. В итоге у нас получилось такое смешанное. Сначала было не так уж и скучно, а потом, конечно, пошло сколько-то и в итоге в конце, когда Хэм подарил нам очень много борьбы. Надеемся, что и в Канаде будет также очень интересно. Несмотря на это, Канада тоже очень интересная гонка. Это тоже очень интересная трасса, она будет через две недели. Потом у нас, как вы знаете, Великобритания. И сейчас гонки наши переносятся на четверг. Видимо, вот такие гонки в четверг, а не в субботу. Пока это, я думаю, так на лето, потом посмотрим. Но, наверное, людям удобнее в четверг. Сейчас понятно, что суббота это выходной день, это лето, это шашлычки, там все такое. Поэтому гонка у нас проводится теперь в четверг. Так что, друзья, я приглашаю всех в наш чемпионат. Он очень интересный. Да, у нас уже, конечно, нет у нас шестого победителей в чемпионате. Зато у нас очень интересный расклад событий. Мы лично в зачете и в Кубке Консультов. Увидимся через две недели в Канаде.